смотрите дорогие товарищи что творится на улице какой снег вот видите для чего в городах городках и селах нужен внедорожник что такие вот вещи у нас в россии происходят интересно какая сегодня температура на улице сейчас узнаем поехал льва забирать из спортивной школы ну и еще как какие дела есть так минус 11 сегодня там видите надо всю машину от снега очищать слабоуху можно не включать она не замерзшая просто припорошила вообще система вентиляции автомобиля мне нравится как устроена вот все короче продумано хорошо то что боковые стекла вот сразу очищаются обдув хороший идет начиная с этой зоны все стекло от снега и льда освобождается вот пойду обметал снег пожалуй пусть она пока прогреваются все мне про счет говорят да есть у меня щетка и увидите вот она всегда здесь находится и и и и и так вот обогрев зеркал надо включать кстати говоря так вот так эти обледенели вот более-менее почистил отходит стекло зеркала смотрите отогрелись и вот здесь вот тут про обдув то я говорил он видите он все течет со стекла вот как работают так период за львом сейчас поеду снежно уже прогрелась машина так кстати говоря вот видите как бы зона есть недочищаемая про которую вы и я говорили тут я думал что может как бы переставить наш лица дворник но слушайте я сейчас как бы поразмыслил они ставить как раз вот до сюда вот идут то есть она не просто так так сделано то есть получается если как бы стекло отогрелась до сюда вот эта зона будет не отогретая и будет четко упираться в лед или в снег там то есть то есть тут не просто так это сделано все оставлю какая все как есть вот что я думаю товарищи пусть будет пусть будет так вы видите все тоже все стекло отходит вот с двух сторон замечательно и зеркала вот обогрев включим уже все чистое и сзади все потекло поехали снега убираться о с проблем так пусть и машину и вперед уже жарко машине так сделать какие уже сугробы чистят снег по улицам вообще снега много-много сразу тут начало пробки 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 и короче обещает морозы до 30 уже градусов на этой неделе дед мороз взялся так активно свою работу все смотрите вдоль дороги вон русские какие вообще идет метет переставая станция почистки воды новая кстати говоря запущена уже должна быть в этом году сделали тротуары делают в такую метель хоть и почистили а уже все равно уже все этот каша такая на дороге снежная очень много снега не м м м Колеи. Кстати говоря, после прививки отлично себя чувствую, вообще никаких симптомов нет. И ночью все нормально было, и соответственно сегодня утро. Ну вот, тут вот и сынуля у меня занимается в другом конце города. Ездит сюда на автобусе, но я его у вас забираю. Так, все вообще вот в снегу, все дворы. Все вообще ужасно. Вот и спортивная школа. Пойду за сыном. Пойду. Пойду. Лыжная секция у него здесь. На лыжах они катаются. Вот наш лыжник идет. Занимался. Можешь, сколько снега набило. Что? Почему? А ты просто сидел, что ли? Ага. Ну, значит не напрасно, значит с пользой. Ну да, я как-то не знаю. Ага. Так, ну садись, все, поехали. Обувь тебе посмотрим сейчас зимнюю. Знаешь что? Что? Я вот видел. Загорзает сразу. Какую-то маленькую птицу. Слушайте, прям сугробище, сугробище сегодня. Вообще, я вон даже пузом задеваю, разворачиваюсь. На приводном автомобиле было бы тяжко в такую погоду. Даже на зимней резине. Вон, какие крыщи, какие получаются. Вон, какие крыщи. съездим сольом по делам и друзья случилось страшное собака выскочила и вот результат ну бампер целый он мягкий вот эта вставка вот она что с ней произошло ничего придется искать теперь узнавать если такие вставки отдельно чего-нибудь всегда у нас в новых сапогах теперь покажи какие беретели штанины заправлены типа как у меня такие его размера все пошли домой теплые короче смотрю сейчас эти рамки вот они продаются значит стоит 389 рублей но слушайте нормально я думал думал дороже будет все хорошо да смотрите по ценникам блин что-то мне с этими собаками не везет это 6 я уже но не на этой машине она разных вообще ехал то я медленно где-то наверно 45 выбегает и все мое так чего тут как хоть она меняется то тут точки крепления осколок валяется там так получается надо будет подкрылок откручивать там вверху и здесь вот они самореза ну вот буду заказывать еще займусь заменой что делать вот такой сегодня вот получился влог невеселый на x-ray у меня сколола бампер собака так вот помню здоровая вы выбежала самогончая ехал я короче ехал автобус впереди и тоже по городу где-то собака из двора выбежала и за автобусом вот ну пролаяла его как бы и остановилась а я еду за автобусом и не успел среагировать то есть все быстро это произошло она выбегает вот его останавливаться и пункт и меня вот и все ничего было не сделать тоже зимой резкие никакие маневры здесь бы не помогли к тому же машины едут с двух сторон сзади и спереди такие дела так что так что такие вот новости сегодня еще 400 рублей это не деньги по нашим временам кстати на по поводу зимней резины написали вы мне про кому вот там у меня заинтересовало там и 515 может быть я даже поддержу отечественного производителя посмотрел вроде отзывы хорошие по резине что-то свое хочется вот поставить не хочу буржуев поддерживать как-то как вы считаете прямо что я загорел с этой камой что-то в районе пяти тысяч стоит вроде колесо в общем буду думать короче все сегодня еду домой буду отдыхать час обедать буду больше сегодня никаких сюжетов не планирую покатались главное сынули обувь купил искал эти сапоги ему все объехали сейчас в одном магазине только нашли в пятерочке кстати говоря тоже продавались там даже подешевле эти за тысячу вот а там за 700 рублей вчера он за хлебом ходил он говорит я нашел папа себе обувь как у тебя говорит я сходил посмотрел 700 рублей но размер 38 ему великоват ему 36 37 надо вот нашлись сегодня ну ладно ну чё ладно чё все что не делается все к лучшему всякое в жизни бывает ну расколотили да ерунда главное сам бампер цел он из мягкой пластмассы и ничего ему не будет при таких вот он просто мнется и его потом легко выправить кстати как бампер выправлять можете внизу по ссылке посмотреть я уже вот с этой стороны как раз правил веткой дерева из мяло и все выправилось вообще без последствий а на этом заканчиваю в общем друзья всех всем пока и до новых встреч на канале до новых сюжетов